всем доброе утро теперь наше утро проходит вот так теперь мы гулять с собакой даже выходим с гироскутером давай ванек пока никого нет вперед мы тут прогуливаемся крюша пошли это сегодня солнышко нет может похоже будет давай вперед из песни у нас теперь на телефоне есть приложение ваня следит и скорость свою знает и что там и заряд знает короче вся жизнь у нас крутится вокруг гироскутера ой так пахнет травой листиками вань крапивка не хочешь бодриться как мы с тобой фильм смотрели расскажи что там дети делали крапива бежали с голыми чем с голым всем это мы знаете какой с вами смотрели добро пожаловать или посторонний вход запрещен или воспрещен с ефтегнеевым там дети голые в крапиву бегали ванте сирен спрашивает мама где у нас крапива покажи где крапива запасы подъели бога думал что это все будет годами стоять на самом деле смотрите мне кажется довольно сильно уменьшилось количество сразу с тем что было всем привет еще раз сегодня я еду в магазин потому что у нас кончились основные продукты яйца молоко там надо купить растительное масло но всякое такое плюс я надеюсь сейчас поскольку не вечер а день я еду намеренно днем ну что вечером невозможно полупустые полки ну что сделать плюс я посмотрю может прибудут цветы для балкона я уже забыла как-то опасная машине своей сидела так уже непривычно так ладно поехали что ли уже забыла как тут все работает выезжающих из магазина машин я не вижу и заезжающих тоже будем надеяться что хоть сколько-то мест на парковке но есть кстати я посмотрела в интернете с 11 до часу у них часы для пенсионеров нет очереди в магазин нету по крайней мере на улице нету и парковка бывает и более забитая даже отлично отлично есть место прямо просто королевское место есть сейчас мы сюда и припаркуемся мне сегодня очень повезло а вот тому кто сзади меня не очень так я разучилась парковаться ребята спокойно мужчина водитель на меня так посмотрел как будто я там не знаю но подумаешь не с первого раза заехала что теперь даже не с второго прекрасно я сходила в магазин вальди все есть народа практически нет хотя сейчас выстроилась очередь я вам сейчас покажу видите люди стоят это очередь хотя я сейчас тележку отвозила очередь была раза в три длине то есть она быстро двигается в общем есть все есть то что муки нет но это я так понимаю сейчас нормальная тема значит есть все есть зори есть все есть мясо курица рыба яйца но буквально все то есть вообще никаких проблем хотя может быть это потому что я приехала сейчас днем без 22 время только не знаю с чем это объяснить но короче альди рулит мне очень понравилось классно я дома купила немножко цветочков я кстати купила цветы и посадить и вот такие вот обычные вазу они у нас недорого стоят единственное что у меня нету вазу для них нормальной вот смотрите к каждому букету в Ирландии но не только в Ирландии я знаю еще где-то так делают кладут вот такую штучку это написано flower food в общем это для того чтобы цветы жили дольше скажем так в воде одну я сейчас точку залью а второго букета оставлю потом когда воду поменяю мою еще одну реально цветы дольше стоят с этой штукой я не знаю что там внутри смотрите какие симпатичные розочки единственное что я смогла просто я даже не знаю как сказать надыбать в магазинах это вот такие вот питуньи некоторые из них уже умирают их надо мне кажется срочно или полить или пересадить вот причем я их знаете взяла последними практически там несколько оставалось когда я шла по магазину с тележкой несколько человек двое у меня спросила где я взяла цветы вот и вот таких вот два горшка мне кажется что по запаху это похоже на герани не знаю герани ли это но запах такой как у герани вот так что мне вот это вот все нужно будет пересадить я освобожу все вот эти освобожу все вот эти вот штуки и посажу цветы этого конечно мало но потом еще докуплю если будут и купила еще два вот таких фонарика солнечных они с такими прям как прожектор и посмотрим будут ли они у нас тут светить на не солнечной стороне я там карюш и купила уши дальней на девушка одну она чувствует видишь вот это повезло все теперь она оставит нас в покое только не отнимают она вкуснёт тебя так кори с дивана сдриснула давай иди на ковер хорош грис не с дивана давай 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 отсюда ничего я такого интересного не купила чтобы показать ну вот разве что могу показать если кто-то не пробовал камбуча кто любит что-то среднее между квасом не сладким таким каким-то кисловатым пивом или что-то такое вот в общем это напиток с какими-то в общем это боже мой как объяснить то в общем это что-то что бродит есть там какие-то бактерии полезные вообще камбуча считается очень полезным продуктом мне кто-то говорил что это что то типа чайного гриба если раньше кто-то делал вот кто жил советском союзе в россии чайный гриб знает вот это что-то типа из этой серии конкретно это с добавлением уже каких-то там ароматизаторов а в целом при я так понимаю что это примерно то же самое очень вкусная штука и корюша купила такие печенюшки для собак с лососем банди надо было кеды за 7 евро по моему ли 7 с небольшим больше выбора никакого не было мне кажется это лучше чем его нынешние кроссовки наделся потише это не тоже не дышит никакой сетки нету но по крайней мере они невысокие когда нам привезут нормальные кроссовки неизвестно привезут ли неизвестно потому что сейчас что-то проблемы везде что я решила взять пусть носит они ему по размеру нормально подошли теперь осталось научиться шнурки завязывать и будет сутки смотри ставим свечку так будет что-то на английском комментировать чтобы верить отсылать или без слов сделаем без слов так ладно тогда свечку а если стакан нам нужно сам оголить в тарелочку воды сначала воды нальем потом свечку поставим наливаем немножко воды добавляй калорий не хочу так можно чуть-чуть капельку только можно чего нам чуть-чуть кровушка выглядит как крошка так теперь ставим свечку кровь и зажигаем нашу свечку а теперь нужно накрыть свечку стаканом и посмотреть что получится на накрываем и закончить гореть нет с водой должно что-то произойти сейчас проверим не кончить а почему тогда воду надо было наливать посмотри что ты видишь надо поднимать стакан ой ты понял смотрите у нас вода в стакан поднялась красная ты понял ты не понимаешь разница давай еще раз делаем у нас время без 10 9 вечера уже мои ушли прогуляться мы скорюши пока дома минут через 15 к ним пойдем я еще загружаю видео мое очередное пока у меня есть время я решила поболтать то есть ближайшие сколько-то минут будет моя болтовня если она вам не интересно можете сразу проматывать после моей болтовни может быть будет какая-то красивая картинка и все это на сегодня будет все о чем я хотела с вами поговорить о том что на самом деле мне много мыслей в голове я даже не знаю как толком сформулировать о чем это будет дело в том что я подписана на одного блогера подписана где-то год наверное это тоже девушка у которой серьезные проблемы со здоровьем я подписалась на нее youtube не порекомендовала я случайно я на нее подписалась и как-то заинтересовала на меня ну а поэтому я наверное подписалась в общем то я периодически смотрел ее видео не всегда и не целиком ну периодически бывало сильно что-то интересовало я смотрела и вот она как-то обмолвилась о том что она ведет консультации я такая подробность не буду говорить но и и из ее видео понятно что ее деятельность с какими консультациями связано быть не может я думаю ну какие могут быть консультации что за консультации вообще потом оказывается что она называет себя энергопрактикам для общего сведения это обычная девушка она молодая мама у нее двое детей муж живет она в украине работает работая совершенно никак не связано ни с психологией не с какими энергопрактиками официально имеют и работы да ни с чем таким абсолютно ну в общем человек занимается просто как какой-то своей там обычной жизнью идут выясняется что она энергопрактик и я такая подумала думаю странно как-то энергопрактик если ты веришь в это в энергии и занимаешься медитацией или читаешь на эту тему много развиваешься в этой области на здоровье это твое личное дело но человек дающий консультации это уже знаете такое громкое слово и вот значит сегодня она да она будет записала видео о том что она не хочет больше снимать на youtube такие влоговые видео она хочет снимать именно такой вот разговорный такой жанр знаю как назвать связаны именно вот с этими энергопрактиками и в комментариях под этим видео я думаю что же люди пишут ой там сплошные хвалебные оды какая она замечательная какая она красивая наконец-то она занялась своим любимым делом и давно была пора и так далее и только один единственный человек написал о том что как такие могут быть консультации если вы не дипломированный психолог и я опять же ну я говорила что сначала делаю потом думаю очень часто я этому комментатору написала что я с вами совершенно согласна для того чтобы давать консультации нужно обладать базой нужно иметь образование фундаментальное образование естественно психолога но это это опять же мое личное мнение ну она что-то там был блогер сама нам что-то ответила что мол вы знаете мои консультации могут быть полезными несмотря на то что у меня там образования нет и знаете еще писала кому-то что сколько много у нас специалистов с какими-то фейковыми дипломами и что они вам там сильно помогли совершенно вряд ли и так далее вот и сегодня сделала прямой эфир посвященный ее хейтером видимо я каким-то образом в ее понимании ее хейтер может нет может нет значит ну во первых хочу сказать что слава богу я в жизни вообще никого не ненавижу нет таких людей моей жизни это во первых во вторых слишком много чести вот что я по этому поводу думаю любым делом которым ты занимаешься нужно заниматься серьезно или не заниматься им вообще до тех пор пока ты занимаешься пока это касается только тебя ты можешь делать ну пожалуйста хочешь энергопрактики хочешь физкультура хочешь медитации хочешь йога хочешь что но тогда когда это уже выходит в масса это определенная ответственность я так считаю кстати говоря она вела прямой эфир сообщение хоть как-то критикующих ее позицию практически не было то есть в основном люди все ее поддерживают с ней согласна я верю в энергии я верю в то что с ними можно работать также я знаю что так представляю что такое психика человеческая у меня у самой психика очень подвижная я очень легко поддаюсь влиянию в определенном отношении не во всех отношениях но есть у меня такой на меня легко повлиять я впечатлительный человек я умею себя накрутить я знаю что такое панические атаки у меня они были и я знаю я представляю себе что может сделать психолог в кавычках или энергопрактик с таким человеком как например я я не самый сложный случай слава богу и вот мне хочется понять вот смотрите допустим я вижу мне часто спрашивают чем я кстати очень достали с этим вопросом меня очень часто спрашивают почему я не вижу на заказ я уже устала объяснять я не вижу на заказ потому что во первых я не считаю что я вижу настолько хорошо чтобы связать по человеку за деньги что-то то есть продать свою вещь то я не отвечаю в должной мере за ее качество так скажем во вторых вокруг столько людей которые вяжут лучше меня ну просто колоссальное количество выбирай любого тебе свяжут от извините там трусов до свадебного платья что хочешь да я уже упоминала что я вижу для фотографа для моей знакомой она занимается фотографии фотографируют неуборнов и я вижу для них одежку но это другое извините вот такого размера свитерочки штанишки там комбинезончики это я могу связать вот то есть я не могу взять на себя такую ответственность потому что я не делаю это профессионально как бы кто не расхваливал мои какие-то вещи мои вещи хвалят но я честно не считаю это не я не набиваюсь там на какую-то лесть или похвалу я честно считаю что но не вижу я так чтобы вот прям с ума сходить от моих работ и заказывать у меня за деньги какие-то вещи и вот я к чему все это веду есть два варианта либо у меня заниженная самооценка либо у кого-то завышенная как легко назвать себя специалистом в каком-то деле когда ты абсолютно специалистом в этом деле не являешься людей не пугает ответственно этом прямом эфире знаете такая интересная ситуация была слава богу на прямом эфире мне несколько раз так рука дергалась написать комментарий но я себя била по руке думаю еще чего не хватало еще и комментариев то мне не оставляла такая интересная ситуация произошла ей написали комментарий абсолютно ничего обидного не написали я считаю вполне корректный комментарий вообще ничего особенного я бы на такой комментарий вообще внимания не обратила или обратила бы нажать какую-нибудь шутку там ляпнула да и все ну ничего там такого не было она блогерша вот это она разозлилась до такой степени такой мат пошел отборный просто мат не 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 там где-то чуть-чуть я тоже могу там чуть ляпнуть но я на самом деле матом не ругаюсь просто как-то ну просто нет не пошли такая хорошая просто я или меня нет в обиходе этих слов такой такой отборный мат пошел и мне вот интересно ее нынешние клиенты или пациенты как он их называет или там как угодно ее будущее клиенты пациенты которые присутствовали на этом прямом эфире она оставит запись этого прямого эфира можно будет посмотреть как может энергопрактик ругаться таким отборным матом свою энергетику просто опуская ниже плинтуса и люди пишут что это нормально ты тоже живой человек да не реагирует причем люди в комментариях пишут знаете такие вещи не реагируя на плохие комментарии это несчастные люди да их должно быть только жалко они тебе завидуют не обращай внимание на этих чушек вот так чушка это я человек который с ней не согласен вот мне вова говорит что ты там типа на это внимание обращаешь что-то так вознучит а близко к сердцу принимаешь он мне говорит я вообще близко сердце не по ним не принимаем мне для меня этот человеку что она есть что ее нет она мне абсолютно для меня ничего в жизни не значит просто я не ожидала сказать я не готова была к такой информации это во-первых а во-вторых но у меня что же может быть свое мнение да там на этот счет я от нее не отписалась вот чу посмотреть честно говоря мне интересно что же там за энергопрактикой о чем она будет вещать вот и на самом деле вся эта моя речь это не конкретно об энергопрактиках не конкретно они но для того чтобы называть себя практикам нужно практиковать эта практика должна быть на чем-то основана это моем понимании так поэтому я считаю мое твердое убеждение каждый должен заниматься своим делом она это блогер сказала что она по образованию мастер маникюра вот мастер маникюра должен заниматься маникюром психиатр должен лечить психику там хирург должен делать операции там или что еще делает хирург учитель учить инженер проектировать там что-то разрабатывать и так далее каждый должен заниматься своим делом у нас меня я один раз услышала от своей знакомые это выражение она мне очень понравилось каждый суслик в поле агроном вот каждый суслик поле агроном от действительно так сейчас по моему настолько обесценено вообще понятия какой-то вот профессии специальности что сейчас действительно можно какие-то курсы закончить а еще лучше там две книжки прочитать и называть себя допустим энергопрактикам ну в общем вот так и о чем меня еще заставило задуматься хотя это сегодняшняя ситуация я не знаю смогу ли я ввести свой блог на ютюбе потому что я практически все блогеры на которых я подписана практически все за наверное исключением может быть двух-трех человек все умеют делать интригующие названия провокационные фотографии видно что они изучают они в теме они изучают что сейчас популярно что сейчас люди изучают смотрят и они делают контент вот они делают контент я так не умею мне даже честно говоря стыдно что ли ну как это знаете привлекать внимание каким-то таким но провокационным фейковым каким-то названием то есть я не умею вот эти вот все вещи делать не просто не умею я и не буду никогда этого делать ни за какие деньги то есть для меня это как ни за какие но за те что платит на ютюбе не буду каждого на самом деле есть своя цена у каждого и каждой работы у каждого занятия есть своя цена это понятно вот поэтому я по сравнению со всеми блогерами которых я знаю практически по сравнению со всеми я просто знаете наивная дурочка такая девочка ромашка которая не знаю в общем вот так надо мне почистить на самом деле свои подписки потому что я что-то размахнулась наверное вот у меня кстати есть блогеры которых я смотрю уже много лет даже могу сказать ну может быть ну пару-тройку лет смотрю они мне очень нравится не надоедают ну периодически надоедают как любой там сериал который смотришь да по телевизору но я все равно продолжаю их смотреть там что-то может пропускаю но систематически в общем смотрю я как-нибудь даже если вам интересно потому что я например периодически мне бывает надоел блогер я ищу кого-то нового да они что-то интересного ничего не встречается если вам интересно то я могу написать или в следующий раз рассказать их блогеров я смотрю какие мне очень нравится вот поэтому у меня есть только один вариант на ютюбе я для себя рассматриваю только один вариант только один я снимаю видео просто те видео которые мне нравятся никакой интриги никаких заманушек таких знаете чтобы кто-то щелкнул по этой картинке посмотрел я не могу сказать что мне плевать сколько у меня подписчиков конечно приятно когда подписчики прибавляются когда ты понимаешь что вся твоя работа не впустую но я для себя решила так сколько будет столько будет моя основная цель была снимать для своих родных они смотрят они радуются все хорошо основная цель выполнена поэтому если кому-то другого заинтересует мое видео я только рада буду вот желательно чтобы это были адекватные нормальные люди понимающие сознающие что они делают кто они вообще в этом мире есть вот а засорять свое пространство не нужно нужно чистить свои подписки удалять всех тех кто нервирует кто раздражает кто не нравится нечего им делать в нашей жизни я решила записать еще это видео потому что я вот показываю как я готовлю там что-то убираю гуляю с ребенком на самом деле я не только повариха и уборщица и горничная и няня хоть и в зачаточном состоянии иногда мне кажется но у меня присутствует мозг я какие-то книжки читала в своей жизни кстати закончил хорошую школу где нас многому научили у меня два высших образования но по большому счету если честно ни одно из этих образований мне не дало чего-то чем я пользуюсь сейчас как мне кажется хотя может быть я просто этого не понимаю вот поэтому я решила ну чтобы во первых разнообразить видео во вторых чтобы вы понимали кто я на самом деле мои мысли мою позицию общественную и так далее я вот решила немножечко с вами периодически болтать если вам это не интересно смело пролистывайте я не обижусь кстати хотела еще сказать по поводу каких-то негативных комментариев мне еще никогда не писали по моему негативные комментарии по моему никогда не писали вот но что я хочу сказать если это критика которая не оскорбляет даже пусть это беспочвенная критика пусть она там субъективно и так далее но если нет оскорблений как бы ничего в этом страшного нет главное никого не оскорблять и не обижать поэтому я считаю так сила в человеке проявляется как раз таки в умении первых воспринять критику во вторых что очень сложно признать свою неправоту это очень сложно и в третьих уже сделать выводы вот но оскорбление это отвратительно особенно когда они касаются там внешности или детей и так далее то есть если мне например кто-то напишет в комментариях тебе пора похудеть ну чё тут обижаться то если реально пора тебе обижаться на правда не обижаются вот это одно я на это не обижусь мне без разницы если кто-то напишет что ты страшная у тебя там вообще кто тебя родила и так далее это уже оскорбление конечно это недопустимо я считаю и на месте любого блогера я бы такие удалял обоя комментарии нет кстати не знаю ну однозначно я бы не стала наверное такое терпеть и какие-то принимала применяла меры вот а когда это просто критика допустим если кто-то пишет что у меня там неинтересные видео ли я толстая или там у меня жидкие волосы если это действительно так ну что поделать это мы сейчас плохо делаем стой вань стой на месте стой подожди все чуть-чуть отъезжай да очень хорошо слушай такое небо в телефоне красивая на самом деле немножко не такой не такое ярко ваня стой ненавидно лапки и стой я и отпущу как рада ой как рада вани как рада вани а на сейчас не будет как ну пойдемте пройдемте пойдемте через ватерсайта пойдемте домой чё у вас там нам нельзя никого встречать чё у вас там это с зарядкой он красота мы все делегации вышли подышать перед сном красивая красивая все красивые а какие жрать спать пора жрать а что ты будешь жрать какую еду какую еду вань жрун ночной жрун а сосису будешь а ты же любишь сосиски ты чё вань странно он нормально мы же с ним заезжали давай то хорошо прям разгонись давай давай мы пробовали другой бордюр все получилось красивая джу он не дарк да а да а Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok